А зачем же вы посылку принесли? А зачем? Что так положено. Раз посылка пришла, ее нужно принесть. А раз документов нету, ее не нужно отдавать. Я теперь так целую неделю ходить стану. Отдайте сейчас же нашу посылку. Вот так и стоят на жаре кто-то 10 минут, кто-то полчаса в ожидании, когда наконец откроется долгожданная дверь. Можно будет отправить письмо, посылку или получить бандероль. Очередь двигается медленно, но пенсионерка ждет. Силы уже не те, терпение на исходе, возраст, да еще и солнце пек. Но надо получить посылку от сына. Я вот уже стою, держусь, потому что у меня заболевание костей, и мне трудно стоять. Я бы там вот села бы и присела бы на стул, на это, и быстрее бы время для меня шло. А так вот здесь вот стоять мне очень тяжело. А если бы предусмотрели какие-то лавочки на такие случаи, да, которые можно было бы поставить вот здесь и не сесть? Да, я согласна. Либо лавочки, либо еще что-то. Но ни лавочек, ни еще каких-то мест для ожидания не предусмотрено. Остается либо ждать, либо уходить ни с чем. В том, что из четырех окон работает лишь два, наша съемочная группа убедилась лично. Девушка, расскажите, а вот сколько окон работает? Два. Два, почему два? Два я пробовал. Потому что нет больше. Что-то на смс-клубок пройти, да? От операторов вы знаете, что ваше облачено, а народу уже накопилось. Люди ждут. Да. А это почтовое отделение на Калинино. Людей на улице ничуть не меньше. Принцип работы – тот же одно окно, один посетитель. Долго. А сколько там человек работает? Кое всего. Стоишь очень долго и неизвестно, то ли там люди работают, то ли кто-то уже освободился. Чего не скажешь о главпочтамте. Очередей нет, просторный зал, внутри прохладно. Работают все окна. На входе нашу съемочную группу встретил охранник без маски. Но как только увидел, что попадает в объектив камеры, сразу надел. Назревает вопрос, почему люди стоят на жаре, соблюдая меры безопасности, а сотрудники почты нет. Ну вы на рабочем месте без маски, вот при мне только ее одеваете. Здесь у меня ни кондиционера, ни вентилятора нет. Все понятно, мы видели. До свидания. Персонал обеспечен масками, перчатками и средством для дезинфекции рук. На вопрос, будут ли решать проблему с очередями, тем более, что впереди неделя жары, внятного ответа не услышали. Запускать внутрь массово, как и создавать комфорт на улице, не намерены. Говорят, работают строго, соблюдая предписанные стандарты Роспотребнадзора. Но главное, чтобы из-за этих стандартов не стало плохо не только от вируса, но и от солнечного удара. Мария Микшута, Алексей Фризин, Николай Шилко. День с толком.